В общем, да, я считаю, что на праздничном концерте должны играть лучшие ребята, правда? Правильно! А сколько разве лучшие? Вот два праздничного! А мы с ним играть не будем! Вот играет один! А Иван Владиславович вас и не послушает, ведь никто, кроме меня, не может сыграть этот концерт. Садитесь. Я слышал, что вы сейчас говорили. Мне очень неприятно и горько, ребята. Боря мой ученик и способный ученик. Но я с вами согласен. Он скверный товарищ. И пионер, видимо, плохой. Мне очень обидно. Но я думаю, что вы правы. Русская музыка звучит по всему миру. Ее несут народу советские музыканты. Среди них есть и мои ученики. Я воспитывал их в традициях русских музыкантов. А им не свойственны были зазнайство и зависть. Наоборот, их объединяло чувство большой дружбы. Они всегда помогали друг другу. Вспомните музыкантов могучей кучки. Когда умер великий Мусоргский, он оставил после себя разрозненные листки неоконченных произведений. И его друзья, композиторы Римский, Корсаков и Бородин, проделали огромную работу. Они разобрали и отредактировали нотные листки. И только благодаря им, друзьям Мусоргского, народ услышал последнее произведение композитора. Все великие музыканты были скромны. Они много работали. Это были передовые люди своего времени. Выступать от имени своей школы – это большая честь. Боря оказался недостойным этой чести. Я уверен, что ты задумаешься над этим, Боря.